Вопрос. У меня два вопроса. Первый. В прошлом году я совершил паломничество. После того, как я бросил камешки в Джамараты в двенадцатый день в полдень, я направился к заповедной мечети, намереваясь закончить паломничество заблаговременно. Однако прощальный обход вокруг Каабы я совершил только на следующий, то есть тринадцатый день в обеденное время. Второй вопрос. Я обрил свою голову до принесения в жертву животного, до дня жертвоприношения. Должен ли я искупить эти действия принесением в жертву животного или как? Ответ. Хвала Аллаху. Первое. Смысл заблаговременного окончания паломничества состоит в том, чтобы паломник покинул мину до заката двенадцатого дня месяца Зульхиджа. Если он покинул мину в это время, то нет греха в том, чтобы совершить прощальный обход на следующий день. Второе. Нет греха, если пожелает Аллах, в том, что вы обрели голову до того, как принесли в жертву животное в день жертвоприношения. Особенно, если это говорится о том, кто уже совершил действие, а не о том, кто спрашивает о разрешении изначально. Сообщается от Абдуллаха ибн Амра, да будет доволен Аллах им и его отцом, что он сказал, «Я видел, как пророка, саллаллаху алейхи вассалям, находившегося у Джамарата, спросили». Один мужчина сказал ему, «О посланник Аллаха, я принес в жертву животное до того, как бросил камешки». И он ответил, «Нет в этом греха, бросай сейчас». Другой сказал, «О посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Я побрился до того, как принес в жертву животное». И он ответил, «Нет в этом греха, принеси жертву». И каждый раз, когда его спрашивали о каком-то действии обряда паломничества, которое было совершено ранее или позднее, он отвечал, «Нет в этом греха, сделай его». Шейх ибн Русеймин, да помилует его Аллах, сказал, «Одним из выводов из аята «Не брейте ваши головы, пока жертвенные животные не достигнут места заклания» в том, что брить голову до жертвоприношения нельзя. Ведь Всевышний Аллах сказал, «Пока жертвенные животные не достигнут места заклания». И так считали многие ученые. Своё мнение они также подтверждали словами пророка, саллаллаху алейхи вассалям, «Я ведь склеил себе волосы и пометил свой скот, и теперь я не выйду из состояния ихрама, пока не принесу этот скот в жертву». Ученые, считающие это мнение верным, опирались на очевидный смысл аята, а также на действия посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, ведь он сказал, «Я не выйду из состояния ихрама, пока не принесу этот скот в жертву». Однако есть хадисы, указывающие на то, что дозволено выполнить какой-то обряд паломничества ранее или позднее. И это ради облегчения мусульманской общине. Пророка, саллиллаху алейхи ва салям, в день праздника спросили о возможности отложить или сделать какой-то обряд ранее. Каждый раз, когда его спрашивали о каком-то действии или обряде паломничества, которое было совершено ранее или позднее, он отвечал «Нет в этом греха, сделай его». Таким образом, ваше паломничество верно, и вы не обязаны совершать какие бы то ни было искупительные действия. Аллаху ведомо лучше. Продолжение следует...